Издательство Эксмо. Тони Бранта. Гарпун дьявола. Моему сыну Паулу. Глава первая. В предрассветный час. Джозеф утонул в ночь на восемнадцатая. Его тело удалось вытащить ближе к рассвету, когда шторм шел на обль. Циклон, вздымавший волны, изрядно поизмывался над нами. У меня была изодрана рука, у Адама обе ноги. Кроме того, меня здорово шибануло головой о дерево и теперь, помимо тошноты, мучило головокружение. Одежда, вернее сказать лохмотья, что остались от роп и штанов, походили на остатки сраженного и потонувшего полка, вместе с которым, отмочившись, пошла ко дну наша лодка. До берега мы гребли, что было сил, по очереди взваливали на себя бездыханное тело, и, казалось, у Адама еще оставались силы, однако последние ярдов тридцать его все чаще уносило обратно. Я почувствовал, что вымотанный опустошун едва коснулся берега, где нас ждали мой дед с Кампионом и Макэвеем. Рэй Кампион и мой дед Шон Гарфилд были морскими пехотинцами еще во времена взятии Султанского дворца в Занзибаре. Англо-Занзибарская война 27 августа 1896 года между Великобританией и султанатом Занзибар продолжалась в течение 38 минут и вошла в историю как самая короткая война. Сегодняшние волны не пощадили бы их, это точно. Что касается молодого Макэвая, то он бы нам ни за что не помог. Его правая рука была контужена, следствие войны с Гитлером. Из нас был выбит дух, и вся юношеская могучесть наша опала вместе с последней надеждой, и старания были напрасны, хотя мы знали это еще до того, как кинулись в воду. Джозеф был обречен погибнуть на 25-м году жизни. Мы добрались до нашего дома на небольшом скалистом выступе, когда небо коснулись слабые тона рассвета. Тело уложили на диван в кабинете, вызвали полицию, и, кажется, до приезда инспектора никто не произнес ни слова. Хью Макэвой был хорошим малым, оттого не стал долго маячить. Ценить тишину этого молодого капитана научила все та же война, и, убедившись, что мы не при смерти, он двинул домой. За столом, свесив голову, Кампион напоминал исполинский вариант фигурки скорби, что вырезают из дерева и продают на благотворительных базарах. Присевший против него мой дед был в равной степени неутешен. Он просто потух. Адам и я сидели на другом конце обеденного стола и тоже молчали. Нас закутали в овечью шерсть, чтобы мы перестали дрожать, но мы не могли перестать дрожать, потому что нас трясло не от холода, а от слабости. Почему-то мне казалось, что мы походили на две коряги, прибитые к берегу. Было больно дышать, и глотка горела от соли. Я ощущал себя не живым, а остатком текелажа, с которым забавлялся прибой. Мои одежды и волосы, жесткие и тяжелые от морской воды, были испачканы смолой, и в моем кармане оказалась гроздь мидий. Забрежжил восход, и приехал кортеж полиции и скорой помощи. Как бы мы ни хотели, но следы от уколов на левой руке Джозефа было ни за что не скрыть, и теперь об этом узнают все. О том, как Джозеф погубил сам себя. Инспектор не стал докучать, благо он видел наше состояние, так что ограничился парой основных вопросов, и в скорости весь кошмар этот закончился. Полицейские машины уехали, а вслед за ними повезли тело. Северное небо подрумянилось, и в который раз обманывало нас, намекая на теплый день, зато вода разгладилась в полный штиль. Дрожь бессилия начала отступать, но теперь мне казалось, что я никогда не согреюсь. О несчастье бог знает, каким образом узнала Летисия Вудс, ни свет ни заря подоспевшая со свежевыпеченными сконами. Скон — небольшого размера бездрожжевой британский хлеб из пшеницы, ячменя или овсянки, традиционно приготовляемый в Шотландии и на юго-западе Англии. — Известно, сплетни расходятся быстро, но поймите мое смущение. Мы вытащили Джозефа от силы час назад, а сконы, и это при умелом обращении с тестом, готовятся минут сорок, если ориентироваться на сноровку моей мамы. Но не время было выяснять, действительно ли мисс Вудс сидела в засаде на берегу. — Мой милый, мой дорогой! — она бросила корзину у порога и кинулась обвивать шею Кампиона длинными ветвями своих рук. — Какое несчастье! Рэй Кампион оставался с закрытыми глазами в той же позе, что и последние полчаса, ни на что не обращая внимания. Летисию это не остановило, она водрузила корзину с выпечкой на стол и по-хозяйски принялась летать по кухне, расставляя приборы, заваривая чай, раскладывая в розетки сливовое варенье. Когда-то давно Летисия Вудс сочла своим долгом кормить мужчин в этом доме. Она не являлась, насколько мне известно, любовницей ни моего деда, ни Кампиона, ни... как такое в голову придет только Стэнли с Джозефом. Виной всему, вероятно, материнский инстинкт, весьма остро развитый в ней, как многое другое женское, хоть детей у Летисии нет. Дом этот, заселенный лишь мужчинами, вполне закономерно превратился в поле деятельности неутомимой Летисии Вудс, и я рад, что дед в свои семьдесят не обделен заботой и женским вниманием. Мисс Вудс уже много лет, никто не знает, как много, полнокровная, высокая и довольно стройная дама в одной поре с волнующимся коре светлых волос и тягой к простым шифоновым платьям в мелкие розочки. Вечная невеста. Всегда на готове, если за углом притаилась судьба. Однако ее голос поставлен, как у самой несносной женщины. Вы можете терпеть его от силы минут десять, а дальше, поверьте, черемуха отсветет раньше, чем у вас кончится мигрень. Летисия сказала, что знает, дело в наркотиках. Услышав это, Рэй Кампион встал и удалился из комнаты. Дед покачал головой. Не говори чепухи. Но ведь это всем понятно, расстроенно изрекла Летисия. Ужасно! Это сломит Рэя окончательно! Ерунда! Парень в этот раз просто неосторожно обращался с лодкой. Дед неумело обманывался. Героин сгубил Джозефа. Но дать прослыть Джозефу наркоманам, пускай даже посмертно, деду не хотелось. — Сконы, юноши! Ну же, пока горячий, вам нужно набраться сил. Мы с неохотой принялись поглощать ее ароматные изыски с хрустящей корочкой и рыхлой начинкой. Надо признать немного черствые и уродливые изваяния, что готовит моя мама, и рядом с этими не лежали. И вот ведь парадокс. Моя мама счастлива в браке уже двадцать первый год, а Летисия в свои вечные двадцать один никак не обретет счастья. Однако вспомните, что я говорил про ее голос. Пока я витал в мыслях, не замечал, как моя рука подвергалась бережной обработке раствором перекиси водорода. В довершении Летисия обмотала рану бинтом. — Спасибо, мисс Вудс. — Тссс! — она поднесла палец к губам. — Лучше молчи сейчас. Слова тратят силы. Вот, бери, ешь побольше сконов. Я был готов молчать хоть весь последующий день, потому даже не кивнул, просто потянулся за очередной булочкой. Слова тратят силы. Мудро. Жаль, сие жизненное правило Летисия никак не использовала сама. Надо полагать, у нее-то сил в избытке. Столь же ненавязчиво мисс Вудс принялась за Адама. Тот сидел, вытянув изрезанные, накрытые пледом ноги вдоль скамьи. У моего друга раны серьезнее, если не принимать в расчет удар моей головы о лодку. Но, кажется, все обойдется. Я счел, что лазарет кончился, но наша ярая Флоренс Найтингейл и не думала сдавать пост. Сестра милосердия и общественный деятель Великобритании, 1820-1910. Следующим пациентом был мой дед. Его раны куда глубже. Здесь нужен психолог. Не знаю, есть ли такая профессия, что не подвластна Летисии Вудс. Пожалуй, нет. — Ты совсем не притронулся к еде? — Я разбит, — сказал мой дед. Летисия охмурилась, ей это совсем не шло. Однако любые модуляции голоса ей всегда удавались весьма эффектно. Вот и сейчас в голосе мисс Вудс зазвучали медные упрекающие ноты. — Подумай о Рее. Это ведь его сын погиб. Он сейчас наверху, сидит один и плачет. Тебе нужны силы, чтобы поддержать его. — Рей никогда не плачет, — сказал дед. — Он вновь обманывается, — думал я. — Как не плакать, когда погибла твоя плоть и кровь? Но Шон Гарфилд и Рей Кампиан из старых морских дьяволов, что никогда ни почему не плачут. А посему не пристало женщине говорить такое? — Как знаешь, а поесть надо. — Летисия налила душистого чаю с рецом, разрезала поперек скон и в два слоя размазала сливовое варенье по рыхлой мякоти. — Пожалуйста, ради Рея. Дед потянул с полминуты. Наконец сдался. Откусил хлеба. На его усах и бороде тут и там заблестело варенье, но он этого не заметил.